Привет всем, с вами как всегда я Алексей, и сегодня я вам хочу рассказать о том, как построить красивый дом в Майнкрафте из маленького набора блоков. Итак, погнали! То, что вы видите у меня в хотбаре, это буквально все блоки, которые нужны нам для постройки данного дома из этого видео. Итак, давайте будем начинать. Что же нам нужно? Нам нужно немножко дуба, и нам нужно выставлять его следующим образом. Вот таким образом нам нужно поставить дерево, дуб. Собственно, здесь мы ставим 3 блока друг от друга, здесь отступаем 3 блока и немножко вправо. Потом отступаем еще 2 блока сюда, и здесь опять же 3 блока. Здесь мы отступаем 1 блок, ставим сюда, здесь 2 блока, ставим сюда, и спустя 5 блоков мы ставим этот блок. Ну, а там просто повторяем такую же канитель. И вот такая вот штука у нас получается. Теперь нам нужно поднять все эти блоки на 4 блока вверх, чтобы потом их соединить. Вот таким вот примерно образом. Вот так вот соединяем их. И да, нам нужно поднять абсолютно все блоки на 4 блока вверх. Получается примерно как-то так. Я думаю, что все просто. И здесь у нас остаются 3 в высоту абсолютно пустых блока, которых мы сейчас будем просто заполнять досками. Я взял еловые. Вы можете взять любые другие. В принципе, я думаю, что любые другие доски отлично сюда подойдут. А вот сюда нам нужно поставить полублоки. Вот таким вот образом. В принципе, я думаю, что ничего сложного нету. И повторить вы с легкостью все это сможете в домашних, скажем так, условиях. Так, не забываем вот сюда ставить ступеньки, потому что так выглядит намного красивее. И, кстати, можете сразу же ставить стеклянные панели. Да. А вот здесь вот мы оставляем вот так вот два блока. И делаем вот примерно вот такую вот штуку. Сюда у нас пойдет, естественно, дверь. Многие спросят, как сделать вот эту заднюю часть. И давайте я вам покажу. На самом деле ничего сложного нету. Мы делаем примерно вот такую вот штуку. И, собственно, да. Пропускаем один блок. И ставим дальше окна. Ну и, собственно, здесь таким же образом делаем. То есть ставим вот так вот. И получаем вот такую вот красивую стеночку. Здесь просто заполняем обычными досками. Ничего такого интересного не делаем. И здесь тоже заполняем досками. Это у нас будет будущий вход в дом. Снизу лично я решил сделать вот такую отмостку. Можете, в принципе, взять какой-нибудь блок покрасивее, который больше подходит под отмостку. Например, вот такой вот. Почему бы и нет. В принципе, отмостка должна быть почти в каждом, скажем так, доме. В реальной жизни я имею в виду. А здесь она просто очень красиво смотрится. И я вам рекомендую ее сделать. Домик получается чуть побольше. Пообъемнее, поинтересней. И, соответственно, покрасивше. Итак, здесь мы, естественно, не трогаем, а просто ставим вот так вот. Один блок вниз. Все. Вот так вот у нас красиво получается. И, собственно говоря, первый этаж у нас с вами готов. Теперь нам нужно поднимать вот этот этаж еще так же на 4 блока вверх. И ставить здесь вот такие распорки. И вот эту штуку, вот здесь вот так же, нам нужно все поднять на 4 блока вверх. И вот эти балки перекрестные также поставить. Собственно, я думаю, что никаких сложностей данная постройка вообще не представляет пока что. И самое сложное, наверное, что здесь будет, это крыша. Итак, здесь мы заполняем вот таким же образом. То есть оконные проемы все делаем точно такие же. Никаких отличий у нас здесь не будет. Потому что усложнять постройку здесь просто бессмысленно. Красивости это не добавит. А вот сложности добавит. Вот таким вот образом мы все это делаем. Черт. Отлично. И так, собственно, делаем везде. Как-то так у нас получается. Выглядит достаточно неплохо. Теперь мы начинаем строить крышу. Крышу мы начинаем вот с такого вот дела. Собственно, здесь мы ставим ступеньки. И также ставим ступеньки вот здесь. Отлично. Теперь нам нужно вот здесь идти таким кантиком сделать. Всю вот эту вот штуку. Вот так вот. Я думаю, что вы все, в принципе, понимаете, как и что сделать. Отлично. Здесь мы ставим вот такую штучку. Итак. Теперь с этой стороны мы проделываем то же самое абсолютно. Абсолютно никаких отличий. Вот так вот. Вот так вот. Вот видите, они соединяются у нас. И здесь мы ставим так. И так. Отлично. Внутри мы все заполняем обычными кирпичными ступеньками. Для того, чтобы наша крыша была, ну, скажем так, покрасивше. Кирпичная крыша выглядит всегда очень красиво. Да-да. Обязательно. Особенно в таких, как бы, городских домах. Это выглядит все очень и очень здорово. Итак, вот наша крыша с первого этажа готова. Здесь мы, собственно говоря, заполняем все, конечно же, блоками. Я вам рекомендую выбрать какое-то немножко другое дерево. Например, вот такое. Почему бы и нет. Так будет выглядеть чуть-чуть покрасивше. Здесь у нас не будет никакого окна. Потому что оно у нас просто-напросто не влезет сюда. И, собственно, вокруг мы делаем с вами вот такой вот красивый кантик. Обязательно его сделайте. Потому что с ним дом выглядит чуть-чуть более красиво, классно. И, конечно же, прикольно. Вот здесь вот он заканчивается. Здесь, конечно же, не забываем все это застроить. Обычными досками. И вот, собственно говоря, начало крыши готово. Ну, а дальше крыша еще проще. Да, не удивляйтесь. Крыша сейчас будет еще более простая. Ставим вот здесь вот так блоки. И на блок, получается, на этот мы ставим с вами ступеньки. Белые пока что. Пока что никакого разнообразия у нас в ступеньках нету, конечно же. И, собственно, делаем вот такие вот штуки. Вот так вот делаем. Здесь мы закругляемся в эту сторону. И идем дальше вот так. Крыша получается достаточно красивая. И выглядеть должно у нас это все супер здорово. И, да, я здесь чуть-чуть провоклился. Ладно, сейчас быстро исправимся. Вот таким вот образом нам нужно это все сделать. Здесь крыша не будет выходить на блок туда. И, собственно, как и раньше, мы с вами закрываем здесь вот эту штучку. Вот таким вот образом. Отлично. Так. Здесь так. Здесь так. Здорово. Теперь здесь нам нужно сделать это все намного выше, как вы понимаете. Чтобы была красота. Вот таким вот образом мы это все с вами делаем. Здесь ставим полублок. И здесь. И вот такая вот крыша пока что у нас выходит. Итак, теперь вы спросите, как нам соединить эти крыши, чтобы было красиво. Мы просто здесь ставим вот этот блок. А здесь мы отступаем один блок вот сюда. Все максимально просто. Вот сюда нам нужна будет плита кирпичная. Вот таким вот образом. И вот такая вот крыша у нас будет получаться. Получаться. Да. Собственно, здесь у нас будет последний блок. И здесь нам нужно взять обычный блок. Кирпичный. И соединить нашу с вами крышу. Вот таким вот образом. Сейчас покажу. Собственно, вот так. А здесь мы берем блок. Вот таким вот образом у нас будет соединяться наша крыша. И теперь мы с вами так. Нет. Отступаем. Естественно. И делаем вот что-то типа такого. Я думаю, что крыша не сложная. Вы ее сможете легко повторить в домашних условиях. Здесь мы полублоки ставим. Так. И здесь нам нужно также сделать ступеньки. Обычные кирпичные ступеньки. Собственно, блоки все мы используем достаточно старые. Нету никаких новых блоков из новых версий. Для того, чтобы вам было строить намного легче и проще. Как-то так у нас получается. Вот здесь мы будем заполнять просто обычным деревом. Как-то так. Да, у нас на крыше нету окон. Потому что я решил делать без них. Мне кажется, так намного красивше выглядит. А вот здесь нужно заполнить кирпичами. Ну вот, собственно, как-то так у нас получается. И, в принципе, дом уже почти готов. Осталось добавить небольшой штришок. Ну, во-первых, конечно же, поставить дверь. В наш дом. Потому что без двери выглядит как-то вообще странно. И, собственно говоря, сделать еще одну малюсенькую вещь. Мы переходим на заднюю часть дома. Как видите, она выглядит немножко странновато. И мы сейчас это, конечно же, с вами исправим. Нам нужно убрать вот эти блоки. Вот этот блок можно пока что оставить. И вот этот блок нам нужно убрать. И здесь мы сделаем такую интересную штуку. Итак, что же нам нужно для этой штуки? Вы, собственно, наверное, понимаете. И, скорее всего, по превью видите. Нам здесь нужно построить печку. Да, печку. Точнее, дымоход для печки. Для того, чтобы наш дом выглядел чуть-чуть покрасивше. Скажем так. Строим здесь вот так вот. Советую миксовать по-всякому блоки. Потому что так выглядеть будет намного более круто. Настолько не надо миксовать. Так, собственно говоря, поднимаем. Здесь мы блоки убираем. Ставим вот так вот. Чтобы у нас все было очень красиво и классно. Так. Поднимаем эту всю часть наверх, естественно. Да, миксуйте по-разному блоки. Потому что так будет намного лучше смотреться. Вот такая штука у нас получается. Здесь мы убираем два блока. Вот так вот. Вот таким вот образом. Здесь ставим так. И здесь ставим вот так вот. Отлично. У нас получилось такой, типа, дымоход. Который немножко будет, скажем так, выглядеть интересней. И с этой стороны теперь домик смотрится намного более уютно и красиво. Изнутри данный дом можно обставить вообще как угодно. Здесь у нас, конечно же, полноценных два этажа получаются. И вы можете сделать как пол, так и вообще все, что угодно, каким образом вы хотите. Вот здесь у нас отличное место для кроватей. Ну, лично я так, по крайней мере, считаю. А здесь можно наставить сундучков и тому подобных разных интересных вещей. Вот такой, кстати, у нас проход получается. Кто, возможно, задавался вопросом, а как здесь проходить нашему персонажу. Очень просто. Заходите сюда и вот сюда. И все. И мы с вами проходим наш, собственно, домик. Вот такая вот красотища у нас получается. И таким образом наш домик, конечно же, готов. Если вам понравился данный видеоролик, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну, а я, Алексей, был рад вас увидеть на своем канале. Пишите в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть из построек. И я это, конечно же, обязательно реализую. Всем удачи и всем пока-пока, ребята.